Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Хотим обратиться к вам с проблемой. В нашей Нижегородской области существенные сложности, огромнейшие просто, с общественным транспортом, особенно в областном центре. В халатности должностных лиц во главе с губернатором области Глебом Сергеевичем Никитином происходят должностные преступления. А именно, под видом программ «Чистое небо» разрушается троллейбусное движение в городе, навязываются электробусы и маршрутки автобусного транспорта с большого класса на малый. То есть подвижной состав, получается, уменьшается в размерах, и люди очень недовольны, постоянно жалуются, обращаются в соцсетях, очень много недовольных людей, постоянно пишут в администрацию обращения, но, к сожалению, никакого за последние годы, никакого положительного сдвига особо не наблюдаются. В последнее время у нас была анонсирована новая маршрутная транспортная сеть, которая обещала быть очень удобной для людей, много маршрутов, пересадки, но ничего, кроме пересадок из этого, ничего не выполнено до сих пор за три года. Я работаю водителем троллейбуса, у нас очень изношенный подвижной состав, две машины всего за пять последних лет, хотя у нас парк 200 единиц. Вот я сам сижу за рулем троллейбуса, которому почти 16 лет, из Москвы, бэушной. Мы донашиваем обноски из столицы электробусы, установили кучу зарядок, купили дорогущие электробусы, и опять же обещали, что они вот-вот выйдут, но, естественно, ничего из этого не сделано. Просим вас разобраться с проблемой. До этого мы с инициативной группой записывали обращение в Следственный комитет. Несколько раз обсуждались уголовные дела по поводу разрушения троллейбусных линий. Несколько маршрутов у нас были, мы решились, нам обещали, но ничего не сделали. Вместо того запустили пазики холхозные в сельские малые вместимости. Люди ругаются постоянно. Очень много нарекают. Скоро в течение полугода ничего не решилось. Просим вас вмешаться и разрешить проблему с транспортным слушанием. Люди бегут, зарплаты очень низкие, зарплаты в основном. Помогите, пожалуйста, нам решить эту проблему с транспортным. Спасибо большое, с уважением. Петр, до свидания. Всего доброго вам. Спасибо вам за вашу работу.